Приветствую вас на канале Поехали с нами. Сегодня у нас обзор пляжа Превели на Крите. Мы поставили машину на парковку, но здесь вот под такому склону еще идти до пляжа, ну непонятно сколько, долго идти. Внизу виден пляж, народу немного, машин много, но народу немного, так как сюда скорее всего можно приехать только на машине. Мы прочитали в путеводителе, что здесь был пожар в 2010 году и пляж, ну по крайней мере пальмовая его часть полностью сгорела. Ну и шкурсоводы говорили, что все нормально, пальмы посадили, выросли новые. Сейчас посмотрим, спустимся и посмотрим, что это за такой чудесный пляж на Крите. Панорама очень красивая, ветер. Это Саня ест булку, подкрепляется силами. Идем дальше. Мы на одной из смотровых площадок, пальмы есть, выросли новые. Пляж сверху выглядит очень красиво, ездить где прилечь и наверное в пальмах есть тени. Оттуда мы спускались, но спускаться еще долго и долго. В общем мы спустились, наверное спускались минут 15, может 20, но с остановками есть где остановиться. Есть там кусты, где можно в теньке спрятаться. Пляж, но это не галька, это измельченный камень, не очень мелкий, как песок, только каменный песок. Из-за этого пляж серый, много камушков, народа много, но сюда судя по всему можно попасть только на машине, как это сделали мы. Сейчас идем, смотрим где нам приземлиться. Пальмовый пляж и здесь же пальмовый лес. Добраться к нему ближе всего, если вы живете в Ретимно и окрестностях Ретимно. От Ретимно прямая дорога на противоположную сторону острова. Вот так выглядит этот пляж. Подъехать прямо к пляжу нельзя, можно остановиться наверху. Вот там с одной стороны люди спускаются, но мы остановились с другой стороны. По навигатору доехать легко. Там стоянка, машина стоит 2 евро, стоянка. И вон там тоже лестница спускается вон туда, наверх прямо поднимаются люди. А здесь такой каменный пляж, камушки на пляже. И поэтому очень чистая вода. Сразу достаточно глубоко. Вода теплая, красивая. И здесь же есть река. И пальмовый лес. Вот сейчас посмотрим. На пляже есть одно кафе. Можно покупаться душ бесплатно. Там ближе к выходу обмыться. И вот за 8 евро можно на лодке приплыть. Ну, наверное, из какой-то деревни, возможно, привели. То есть мы приехали на машине и спустились сверху. Но можно, наверное, приехать на машине в какое-то место, откуда лодки привозят сюда. Можно уточнить заранее, если подъем вас пугает. Ну, спускаться не тяжело, подниматься, наверное, будет чуть сложнее. Это река пресная. И течет она вот оттуда. Это и называется пальмовый лес. Тут ветрено. Ну, очень красиво. Такие красивые цвета. Воды. Река. С той стороны моря. Людей много. Ну, не так, чтобы прям совсем-совсем. То есть можно лечь. Люди прячутся вот под такими слабенькими деревьями в тени. Можно брать зонтик. Мы сели под камушек. Там тоже. Можно спрятать голову в тень. Такой ветер. Здесь очень красиво. Возможно, камера не передает всей красоты. И сюда стоит приехать, если вы приехали на Крит. Еще раз повторюсь, мы приехали на машине. Мы живем не очень далеко от Ретимна. В Георгиополисе. Дорога заняла где-то час. Мы еще по пути заехали в монастырь. Вот. Ну, спускаться сверху минут 10-15. Подниматься, наверное, 20. Вода очень красивая. И с какого-то места сюда привозят на лодке. За 8 евро. Если уточните заранее, то вам не придется подниматься. Подписывайтесь на канал. Еще будут видео с пляжей Крита. Пальмовый лес. Вот такая тропинка. Есть указатель. И, в общем, наверное, куда заходишь, туда и выходишь. Потому что сейчас люди выходят. Слушайте, правда, падму вокруг. Прикольно. В 2010 году здесь был пожар. По всей видимости, вот это остатки. И было написано, что практически весь выгорел. Но сейчас мы видим пальму. Не знаю. Все на месте. Вообще здесь очень красиво. Очень-очень. Слушайте, реальный лес. А ну вот здесь есть обгоревшие такие пальмы. Но они, походу, выжили. Такое, получается, ущелье. Течет река. А по краям растут пальмы. Наверное, кто-то их здесь посадил. Ну вот есть, да, обгоревшие пальмы. Но при этом они растут. Похоже, что кто-то ухаживает, потому что сухие листья срезают. Там река. В реке плавает, но в реке вода холодная. В общем, можно пройтись туда-обратно. На пляже мы провели где-то, наверное, два часа. Просто очень мало места в тени. Практически нет его. И, конечно, очень жарко. То есть здесь нет даже платных лежаков и зонтиков. Есть такие слабенькие деревья, под которыми, конечно же, все было занято. Мы легли под камушком. Ну, хотя бы голова была в тени. Но очень жарко, да. Ну, вот здесь выход к реке. Мы туда сейчас сходим, наверное. Стоящее место в Привелли называется деревня. Туда можно приехать на машине. Насчет автобуса не могу сказать. Скорее всего, только на машине. Ну, или если рядом где-то живете. и спуститься на этот пляж. Посмотреть пальмовый лес. Для Крита необычная локация. Пальмы не самое критское растение. Вот там видно реку. Вот так это выглядит изнутри. Ну, вообще, очень необычно. То есть, как будто ты в каких-то джунглях находишься. Мы прошли где-то метров пятьсот. Может, больше и дошли до природного перехода через горную речку. Сейчас, если получится перейти, ну, люди переходят с другой стороны речки, мы обратно выйдем на наш пляж. Оказался, не переход. Здесь большое расстояние между камнями. Пойдем чуть дальше к водопадам. Это круто, камера 1.